Освободить от взносов за капитальный ремонт жилья. Депутаты Госдумы всерьез задумались дифференцировать платежи по возрастному принципу. В планах думцев рассмотреть законопроект до конца года. К слову, пенсионеры старше 75 лет уже имеют скидку на капремонт в размере 50% от платежа. Но довольны ли они? Будет ли толк от нововведения? Взгляд со стороны на инициативы чиновников. Вот с крыши мы занимаемся с 95 года, а живу я в этом доме 26 лет. Когда переезжала и не думала, что с подобным придется столкнуться. У немолодого многоквартирного дома в прямом смысле слова поехала крыша, поплыли подмостки, пошла трещина по стене. Ремонт делали несколько раз, толку нет. Долгие походы по инстанциям, чтобы внести дом в реестр требующих капитального ремонта, успехов не дали. К сожалению, на ближайшее время не включен. Хотя мы говорили, что дом находится не в очень хорошем состоянии. Мы, например, считаем, что он даже находится в аварийном состоянии. Почему? Потому что у нас даже расходятся вот эти швы. Взносы за капитальный ремонт оплачиваются регулярно. Скидки, положенные по возрасту, Зоя Симоненко рада. На пенсию не пошикуешь. Каждая копейка на счету. От положенных 220 рублей со скидкой выходит 110. Выгода в два раза. Все, вон там, вон шире, шире, шире. Нина Юрченко с обязательными платежами затягивать не привыкла. Надо, значит надо. Хотя толку от взносов за капитальный ремонт не видит совсем. По ее мнению, вся система капитального ремонта жилья не продумана. Конечно, хорошо, что подумали о тех, кому за 75. А почему не подумали о тех, чьи дома новые вообще? Они только заселились и им несут квитанции на капитальный ремонт. Какой ремонт, когда через 40 лет только ремонтировать надо будет? Но изменить текущее положение вещей, по мнению Нины Юрченко, сложно. Однако, сами законодатели пока, видимо, готовы обсуждать не саму систему, а льготы. Причем затягивать с этим не планируют. Что касается дифференциации платежей за капремонт в зависимости от возраста, я знаю, что такой законопроект тоже готовится. И возможно, что в ноябре мы будем его рассматривать. По крайней мере, до конца года вместе с бюджетом. Дифференциацию платежей одни предлагают начать с 70 лет для всех, другие – от 80 лет и только для одиноких стариков. Но в данной ситуации, скорее, вопрос стоило бы повернуть в другом направлении. Доживут ли вообще все выше обозначенные категории до капитального ремонта своих домов? Наталья Унчикова, Антон Максимов, Амурская служба новостей.